Здравствуйте, уважаемые зрители! Метака, эйфория по поводу создания новых областей, я думаю, прошла. Уверен, жители Жесказгана, Семей и Копчегаев вчера отметили это событие от души. Теперь давайте обсудим это дело, так сказать, на холодную трезвую голову. Если посмотреть с точки зрения обывателя, жителей этих городов, то, конечно, они скажут, что это решение назрело давно. И это правда. К примеру, Семей был лишен статуса областного центра ровно 25 лет назад. И все эти годы город приходил в упадок. Разрушались дороги, общественный транспорт ходил все хуже и хуже, улицы зимой практически не убирались, А все инженерные коммуникации, водопровод, канализация, электросети были построены не то что в советское время, а еще при царе и не ремонтировались с тех самых пор. С потерей статуса областного центра город потерял финансовые потоки, стал терять население и окончательно потерял тот особый лоск и ту ауру, что всегда окружало это место. А ведь Семей или Семипалатинск – это особый город в истории нашей страны. Именно здесь появилось первое учебное заведение, первый театр, первый водопровод, первый футбольный клуб и еще много чего первого. Именно этот регион дал нашему народу великих гениев Абая Шакарима Аойзова. Именно здесь отбывал ссылку Достоевский. Отсюда вышли многие творческие личности нашей страны. В общем, это старый город с богатой историей. Я скажу больше – это духовный и культурный центр Казахстана. Теперь надеюсь, впрочем, так же, как и все жители этого региона, на возрождение былой славы Семея. И не только. И Джесказгана, и Копчегая. Я бывал в каждом из этих городов. Из Семипалатинска моя супруга и все ее родственники до сих пор живут там. В Джесказган я ездил в командировку. Ну а Копчегаай. Так как я алматенец, то бывал там почти каждое лето. Ну и теперь этот город будет называться по-другому – Кунаев. С именем этого великого человека связаны одни из лучших моментов развития нашей страны. Поэтому переименование, уверен, поддерживают все. И это не тот случай, когда есть споры, разногласия, недомовки. Дин Мухаммед Ахметович – это пример руководителя, эталон честного и бескорыстного служения обществу. И, к сожалению, это недосягаемая высота для многих сегодняшних политиков. Ну а теперь вот о чем. За новым статусом неизбежно придет повышение цен практически на все. В первую очередь на жилье, конечно же. А учитывая то, что в этих городах живет народ не особо богатый, то как на них скажется повышение цен? Теперь о государственном бюджете. Он у нас и так каждый раз дефицитный. Теперь надо найти деньги на новые области. А на дворе экономический кризис в связи с последними событиями в Украине. Да и коронавирус еще не отступил. Откуда возьмутся деньги? Взять бюджеты старых областей и просто разделить? Получится ли так, чтобы никого не обидеть? И еще. Представляю, какая сейчас идет драчка там, наверху, за новые кресла Акимов новых регионов. Желающихся-то, наверное, хватает. Вот только ставили бы тех, кто реально болеет душой за народ, за население этих областей. А не тех, кто ближе к телу или понахрапистее. Очень хочется, чтобы нынешние руководители были ближе к нам, к народу и строили по-настоящему слышащее государство. Спасибо.